Доброе здоровьица, уважаемые посетители канала! Я как-то уже вам рассказывал о причинах, следствиях, о подходах к лечению и выздоровлению своего собственного организма, о том, что надо вообще-то менять образ жизни для того, чтобы не создавать тех или иных причин для возникновения заболеваний. То есть я это считаю вершиной, вершиной целительства, вершиной профилактики. Не только я придерживаюсь этого, но вот есть другие интересные такие вот мнения. И давайте прослушаем эти мнения для того, чтобы расширить наш кругозор и взглянуть на проблему лечения, ну, несколько с другой стороны. Вот мне попалось такое видео, и прослушаем его, и я его прокомментирую. Врачебное сообщество пытается, наоборот, законсервировать систему лечения, которая принята сегодня. Вот я разговаривал с своим другом. Мы с ним говорили о двух системах здравоохранения, которая существовала в Советском Союзе и существует сегодня в мире во всем. И в России она теперь тоже стала стереотипной. В Советском Союзе врачам платили деньги из бюджета. Им не надо было зарабатывать. Поэтому любые новые лекарства, любые разработки, они были welcome, они были приняты. Наши врачи были очень во многих дисциплинах врачебных впереди гораздо всего мира. В Америке совсем другая ситуация. Вам надо зарабатывать. Как вы будете зарабатывать? Конечно, чем дольше вы лечите больного, тем вам больше денег он приносит. Поэтому надо сказать, что Альцгеймер неизлечим, диабет неизлечим. Чем больше вариаций всевозможных лекарств вы выпустите, тем лучше, тем больше вы продадите. Поэтому нужно лечить не болезни конкретные, а конкретные проявления, то есть симптоматику. Вот видите, чем дольше лечим больного, тем больше денег он приносит. Поэтому невыгодно раз и навсегда вылечить человека. Да, в принципе, это и невозможно. Вот сейчас мы послушаем дальше, почему это невозможно. Вся медицина мира сегодня симптоматична. Она лечит симптомы. Но рассказать вам что-нибудь, чтобы было понятно людям. Вот, допустим, что-то случилось с вашей почкой. Она перестала чистить азотистые соединения. Достаточно так, как она должна это делать. Что происходит? Почка дает сигнал в мозг. Мы уже знаем как. Через макрофаги. И мозг увеличивает ваше кровяное давление. Что с вами происходит? Вы тут же бежите куда? К кардиологу и говорите, у меня давление по-моему. Вот обратим внимание на следующий разговор. Чтобы мы лучше уяснили для себя, как это происходит. И не просто вот уяснили с того, что одна медицина или другая там плохая, или там лучше. А уяснили суть. Где кроется проблема? Кардиолог говорит, нет проблем. Самое лучшее средство. Раз вам депрессант, и ваше давление прибили. А почка-то не может работать. Она просила мозг прибавить давление крови, чтобы чистить нормально азотистые соединения. Они же никуда не делись. Что-то случилось с почкой. Вот это ключевое. Что-то случилось с почкой. Случилось с почкой что-то. В первую очередь надо понять, что именно с ней случилось. Вот человек жил-жил-жил, все было у него нормально. А потом такая бах, что-то случилось с почкой. Для того, чтобы что-то случилось с почкой, должна быть причина. Либо человек на праздник перепил, либо он переел, либо еще что-то такое у него получилось. Какая-нибудь эмоциональная травма типа страха. То есть что-то получилось. Что-то получилось. Вот это что-то и надо понимать. Куда она их девает? Она их выбрасывает в межследственное пространство. Они путешествуют по всему вашему телу. Где они скапливаются? В суставах. У вас заболели колетные суставы, у вас заболел позвоночник. Куда вы идете? К остеопату. Остеопат говорит, колени, я специалист по коленям, вот вам нестероидный препарат. Вы его начинаете принимать? Куда бьет в первую очередь нестероидный препарат? По почкам. Почка орет уже, кричит, я погибаю. Я не могу выполнить функцию. Вы же убьете организм. Примерно так она разговаривает с мозгом. Мозг повышает давление крови. Вы куда идете? К кардиологу. Кардиолог говорит, ой, не помогает? А вот наиболее сильное средство. Он вам дает такое депрессант давления, что у вас оно снижается. И что дальше вас ждет? Инсульт. Вот видите, круг замыкается. Вместо того, чтобы уяснить, а что же случилось с почками, почему они начали сдавать, требовать повышенного давления, начинается лечение просто, ага, повышенного давления. То есть, не понимая вот этой связи, не понимая связи, начинается вот этот вот порочный круг разрушения организма. Каждому человеку важно не само лечение, а чтобы его вылечили. Чтобы он был такой же, как до болезни. А не просто там принимал одни лекарства от давления, потом, допустим, от суставов, потом там еще там чего-то там такого непонятного. И всю остальную жизнь на таблетках ему говорят, да, а что ж ты хочешь, возраст, причины. Почему это причины? И эти причины находятся в нашем образе жизни. Образом жизни, нашим, личным, никто не занимается. Мы приносим уже готовую свою проблему врачам. И, естественно, начинается так разбор. Я бы не сказал, что, вот еще хочу подсчитывать, я бы не сказал, что они виноваты. В том, что вы заработали причину своим глупым образом жизни. Очень мало крови поступает в мозг, снизив давление до такой степени. А надо было лечить что? Почку. Ничего бы этого не было вообще. Понимаете? Вот видите, надо было бы лечить почку. Наблюдается вот такой порочный круг. Одно средство не помогает, значит, более сильное. Оно не помогает, еще более сильное не помогает. Допустим, ага, начинаем, допустим, подключать гемодиализу. То есть, помогать почкой очищать. Вместо того, чтобы вначале, вначале не обратить внимание, даже не лечить почку, а понять, откуда возник сбой. Именно понять и устранить. Все это делается образом жизни. Понимаете? Образом жизни. Ничем это больше не делается. В образ жизни, чтобы вы понимали, входит наше мышление. Двигательная активность. Как мы с вами движемся? Все время вот так вот сидим перед монитором или все-таки даем посильную нагрузку организму, который его активирует. Распорядком дня. Вовремя встаем, вовремя ложимся спать. То есть, мы вписываемся вот в эти вот космические ритмы, смены дня и ночи и так далее. Потому что от смены дня и ночи зависит активность нашего организма, наших ферментов и так далее, и так далее. Никаких там делений носу и жаворонков нет. Это все придумано, потому что активность всех этих ферментов зависит от освещения и теплоты. И, наконец-таки, следующее, это питание. Вот они, четыре кита здоровья, манипулируя которыми мы с вами добиваемся прекрасного здорового состояния. И если мы это не хотим понять, пользуясь нашей необразованностью, нам предлагаются разного рода лекарства. Я разговаривал как-то с одним американским доктором, светило, на одном из конгрессов. Что-то ему начал говорить, он говорит, вы знаете, Артем Михайлович, я не знаю то, что вы говорите, я не имею понятия. Я самый лучший специалист в мире по среднему уху. Вот среднее ухо я лечу в лучших всех в мире. Вы что-нибудь хотите об этом узнать? Я говорю, да нет, вроде нет. Но вы знаете, других органов я не знаю. Врач, вот такая специализация, я не знаю и так далее. Ухо, любой орган, он связан со всем организмом. Вот так вот и получается, вот так вот и получается порочный круг лечения, в котором, по большому счету, ведется какая-то работа, но только не на то, чтобы человек стал здоровым. Вот об этом я и хотел сегодня с вами поговорить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok